Пока они держатся только за воздух и под ногами не сотни, а пара метров. И вот до первого настоящего прыжка с парашютом осталось меньше часа. Курсанты Суворовского училища готовились к этому дню целый год. Только волнуемся немного, прям неспокойно так. В этом взводе нет троечников, и плохим поведением молодые люди не отличились. Чтобы попасть в группу воздушно-десантной подготовки, курсанты проходят жесткий отбор. Такие дополнительные занятия в Уссурийском Суворовском училище проводят второй год. И сегодня почувствовать себя ВДВшником решились 18 воспитанников. Я помню себя, помню моих товарищей, которые в детстве, в юности мечтали о нормальных мужских профессиях. Но у нашего верховного главного командующего резерв – это воздушно-десантные войска. Значит, лучше нас никого нет. Поэтому я направляю своих ребят в самое нужное и правильное русло. Согласие родителей – еще одно условие для того, чтобы курсант прошел курс специальной подготовки. В семье Ильи Мищенко долго не раздумывали. Будущий офицер твердо решил продолжить военную династию. Теперь родители специально приехали из Тернейского района в Арсеневский клуб, чтобы пожелать удачи перед первым прыжком. Сам парашютист держится спокойно, а вот родственники не скрывают эмоций. Горжусь за внука, что он такой. Желаю ему здоровья. Погода для будущих десантников выдалась непростой. Видимость ясная, но сила ветра 4 метра в секунду. При том, что максимально допустимая отметка для прыжков – 5 метров. Пилоту дают отмашку, и самолет начинает набирать высоту. Высота 700 метров, и здесь у парашютистов уже нет права выбора, прыгать или не прыгать. Сами суворовцы говорят, отказ равносилен предательству Родины. В отличие от спортсменов, будущие десантники не должны приземляться в конкретно заданную точку. Их задача – четко выполнять команды инструктора с земли и мягко совершить посадку. За три минуты полета многие из курсантов окончательно определяются с будущей профессией. Вообще классное ощущение. Самое лучшее в моей жизни. Я надеюсь, летом на каникулы поеду, еще раз совершу прыжок. Очень понравилось. Может быть, в дальнейшем свяжу свою дальнюю карьеру с воздушными десантными войсками. После выполнения прыжков на «Отлично» курсантов ждали два дня увольнения. Затем уже в стенах училища парней торжественно посвятили в парашютисты. Теперь на лацкане их форменной одежде – значок воздушно-десантных войск. Ольга Скрипникова и Павел Филатов. Панорама. Продолжение следует...